приветствую вас друзья подъехала информация про ребаланс в патче 1.28 в этом видео все подробно расскажу очень давно ждали и в первую очередь всегда говорили когда же апнут первый образец вот это время настало очень хорошо апают стабилизацию аж на 30 процентов от движения ходовой от поворота ходовой и даже при повороте на 17 то есть улучшение стабилизации как будто бы чуть ли не полтора стабилизатора поставили стабилизация очень сильно улучшится это прям то что нужно было поскольку пушка была и кривая и пробития была слабая чё по пробитию было 190 основными снарядом будет 210 в принципе на 20 пробития улучшается это хорошо но 210 это тоже слабовато специальным снарядом было 247 будет 260 в принципе уже пробить и такое что можно что-то там поиграть особенно на голде перезарядка была 8 секунд будет 7 с половиной в принципе неплохой ап можно будет даже попробовать на этот точке поиграть при том что у него какая-никакая броня есть единственно что у меня проблемки со скоростью да и с обзором и были еще проблемы со стрельбой но теперь проблем не будет поскольку и стабилизация и перезарядка еще и пробитие я думаю что если экспериментальную турбинку все поставить то можно даже попробовать поиграть даже еще улучшают к в 4 кттс тоже улучшается стабилизация на 23 процента движение поворота корпуса и на 17 при повороте ствола стабилизация была так себе она тут нужно также улучшается сведение было 2.5 будет 2.2 обзор был 350 будет 370 но на танчике еще было тяжело подъехать и реализоваться поскольку броня не самое лучшее танк огромный и ты на нем если куда-то приезжаешь что как в последний путь поэтому комфорт стрельбы это хорошо но самое сложное на танчике это умудриться на таком огромном сарае с кучей дыр подъехать и реализовать дпм поскольку альфа тут маленькая тут именно от дпм и на таком огромном и медленном танке это очень сложно я думаю что танчик станет чуть комфортнее в стрельбе но по-прежнему очень сложным и тяжело реализуемым здесь вряд ли что-то изменится поскольку тут нужно альфа броня и скорость чтобы на нем было легко м46 по танк р этот танчик тоже очень давно не апает он уже очень старый его ни разу в жизни вообще не трогали это первый его ребаланс у него была хорошая стабилизация ему еще а движение поворота корпуса на 17 процентов улучшают даже еще перезарядку на секунду становится 6 целых четыре десятых секунды перезарядка также сведение было 2 и 2 будет 1 и 9 обзор был 390 будет 400 пробить основным было 192 будет 216 пробить и специальным было 243 будет 260 в принципе танчик везде подтянули он будет просто комфортным приятным но нагибать все равно будет тяжело поскольку альфа маленькая скорость тут не трогали но хотя бы теперь пробивать будет за счет сведения и улучшенной перезарядки в принципе можно будет даже что-то там наиграть но все равно до лучших и 100 и 8 он не доберется следующая нерв йоха нерв йоха был уже известен давно ему ухудшает перезарядку было 73 будет 795 принципе 6 десятых перезарядки сняли не так уж и много пробития было 330 будет 320 пробития основным было 207 4 будет 268 50 максималка было будет 45 в принципе ему не все забрали не все параметры которые ему давали во первых ему давали еще 12 градусов у вены это не забирали перезарядки ему дали столько что там просто капец не всю вроде как забрали также еще максималка кажется было 40 сделали 50 остановились вот посередине 45 это было очевидно что тот об который они сделали прошлый раз это было перебор здесь немножко частично что-то откатили назад что-то полностью что-то не очень полностью в общем и целом йох станет гораздо слабее но не умрет полностью поскольку не все вещи у забрали но те цифры которые набивал уже не сможет что в принципе то и логично но прикол в том что целевая аудитория слабо играла и на период по нам йохи а на этом я думаю вообще ловить нечего дальше переходим уже к британским средним танком колесным семерочку нерфит она неплохая такая точность было 033 будет 037 сведение 18 превращается в 2 и 3 до орудия там было сверх комфортно и теперь будет некомфортно и дальше концепт номер пять точность была 031 будет 032 перезарядка была 9 и 6 будет 10 и 1 пол секунды отрезают сведение было 18 будет 1 и 9 и стабилизацию от движения и поворота ходовой нерфят на десять процентов в принципе это небольшой косметический нерф это танчик несколько раз опали и забрали намного меньше чем ему давали и это хорошо поскольку танчик полностью не умрет танчик очень интересные прикольные и лучше бы наверное его оставить чтобы люди игрались дальше дальше нерф супер коня вот опять то хотели понерфить то потом почему-то перенесли или кого-то бы перехотели и теперь вот в патче 1.28 опять нерф супер коня перезарядка была 8 и 7 будет 9 и 5 броня в лючке нерфится таким образом что триплекс который был в лючке был экраном становится материальным и теперь вся вот эта планка на голове будет пробиваться но кажется прошлый раз они делали ее 230 миллиметров что даже для восьмерок смешно а теперь 250 что уже не так смешно и это правильно но неправильно что вообще в принципе супер коня нерфит поскольку с некоторыми новыми танками особенно вот китайских там по наводили и по на поле на их фоне супер конь как-то ну не прям уж выделяется в лучшую сторону скорее наоборот и берут его нерфят зачем-то я уже проверял нерв супер коня катал его показал вам что на нем в принципе можно играть просто в позиционке он быстрее умирает когда в лючок попадают не прям уж это сильно влияет но влияет также когда на него едут и очень много он не успевает за счет ухудшена дпм и всех расстрелять что тоже влияет и того циферки у супер коня заметно откатятся вниз вот такие вот в общем дела дальше польские танки cs53 улучшается здесь все что можно улучшить у танка и прочность башни увеличивается на 150 хп и точность 038 превращается 036 кд было 8 и 6 будет 82 сведения 2 и 5 в 2 и 1 еще добавляют turbo режим в котором максималка вперед 70 назад 25 а без него 50 вперед 17 назад так еще и мощность двигателя в turbo режиме 1150 еще улучшает на 11 процентов стабилизацию от поворота движения корпуса и как мы понимаем механику газа турбинного двигателя добавляют на восьмерку и на девятку ветки c63 что в принципе логично поскольку ветка какая-то была непонятная десятка своеобразная остальная ветка я просто как будто и сбоку прислонили и она как-то не повторяет геймплей топ танка вообще абсолютно никак теперь же эта механика появляется на восьмом уровне танчики еще и к тому же хорошо то капают и это хорошо cs59 девятка ей тоже добавляют механику turbo режима здесь тоже максималка вперед 50 назад 17 в turbo режиме вперед 70 назад 25 тоже мощность двигателя в turbo режиме 1150 улучшена стабилизация при повороте башни на 20 процентов от движения порота корпуса на 13 а также танчик теперь сможет разворачиваться на месте что в принципе очень хорошо дальше идем к итальянским тяжелым танкам улучшают ветку всю начиная с 7 левела заканчивая десятым на седьмом уровне у нас улучшается точности очень сильно было 042 будет 038 сведения 2 и 5 в 2 и 3 и на 10 метров обзор улучшается неплохой ап для того чтобы более комфортно проходить танчик и забывать за него поскольку все равно зачем он нужен на восьмом левеле сведения было 2 и 5 будет 2 и 3 а также улучшает перезарядку и улучшает неплохо так перезарядка было 13 14 16 секунд а будет 11 13 14 первая последняя пулька улучшается перезарядка на 2 секунды а средняя пулька на одну что в принципе очень хорошо улучшает дпм мне в принципе танчик когда-то давно нравился прикольный интересный но было видно что далеко не имба теперь будет как-то поприятнее прокачиваться ветка теперь переходим к девятке точность 036 делают 034 сведения 2,7 будет 2 и 3 сведения очень жестко апнули на полсекунды это прям кайф с улучшенной точностью теперь приятнее будет раздаваться барабан также улучшается мощность двигателя становится 760 в принципе этот танчик такое он был проходной кривоватый броня вроде бы есть но когда начинают стрелять голдой и вроде бы сразу и нет в общем и целом танчик такой прошел забыл но в принципе прокачивать ветку теперь буду гораздо комфортнее поскольку улучшили точность местами дпм это гораздо лучше чем было теперь как будто бы можно даже эту ветку качать спустя многие годы как она уже появилась пора бы ее и прокачать и переходим к десятке рина чаронт и хп было 2000 становится 2 300 также перезарядка была 15 и 7 потом 17 и 20 секунд теперь перезарядка становится 14 15 и 7 и 17 секунд почти на две секунды перезарядка улучшается на первом снаряде и на три секунды на последнем дпм вырастает очень сильно если сверху мы там еще накидуем вентиль дупоек экипаж и все остальное перезарядка становится прям вообще жесть при том что у танчика хорошая там точность сведения какое-никакое но стабилизация не очень также там можно на нем от башни поиграться барабан с альфой с пробитием с точностью в принципе он игрался интересно но чё-то танку не хватало и вот у него появляется куча хп чтобы размениваться и перезарядка чтобы наказывать врагов если бы ему еще дали стабилизацию да это вообще было бы просто жесть танк а так это почти жесть танк я думаю что можно найдем теперь и поиграть в принципе хорошие апы нужных танков даже нерфы тоже нужных танков с нерфами можно даже согласиться концепт 5 слишком сильный его немножечко нерфит также еще у нас йох переапаный жесть но его в основном только статисты могут реализовать его нерфят тоже абсолютно не все забирают то что ему давали насколько он сильно откатится сложно сказать но и нерв супер коня опять же его нерфит не в такое мясо которое первый раз планировали чуть-чуть лючок сделали крепче планировали кажется 230 миллиметров в итоге получился лючок 250 но 230 это прям вообще пальцем протыкается абсолютно не будет вообще таких моментов чтобы лючок не пробивался 250 что-то иногда может и отбить хотя бы в топе это конечно все равно дырявый лючок и намного хуже чем было но уже хоть что-то они просто дыра но в целом тоже не сильно понятно зачем нерфить этот танчик сделали бы лючок как на девятки у девятки там нету этой трубы в лючке у него там просто наклончик такой нижняя часть пробивается лючка всегда а верхняя часть рикошетит только если прям сверху вниз стреляешь она пробивается а у десятки лючок овальная лепешка снизу и в ней сверху трубка торчит в итоге ты снизу вверх когда стреляешь она не пробивается вообще никак не никуда ничего когда стреляешь чуть-чуть выше когда ты находишься чуть-чуть выше лючок начинает пробиваться в нижнюю часть а эта трубка не материальная вот у девятого уровня лючок больше логике поддается чем у десятого уровня можно было бы его просто оттуда взять сюда воткнуть и все ну да бог с ним в принципе на супер коне можно будет играть и в таких параметрах я уже показывал просто он будет заметно меньше циферок вывозить но полностью не умрет ну что теперь на десятом уровне можно ждать об какой-нибудь объект 28 вариант 5 объект 268 объект 140 268 вариант 4 и ветка иса 7 также там еще на восьмерках можно апнуть какие-нибудь из и 3 ст 2 к в 4 из м из 22 т 44 обязательно это паще мертвецкий танк в общем и целом в следующих ребалансах я жду а примерно вот этих танков сомнения можете писать в комментариях сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока пока до сих пор у